В метах притягнения инвестиций селета на Гомельщине плануется реализовать державный пакет акций 35 предприемств. При этом в 22 выпадках акции будут продаваться на конкурсах с полными умовами на кшталт захования профилю и працовных мест. Наши корреспонденты подсекались подробностями. Бадай наибольшь строгие обмежевания по продаже державных пакетов акций тычутся предприемствам, которые занимаются перепрацовкой сельскохозяйственной продукции. Но решт, размова идея об харчовой беспеции. Еще по 231 акционерным товаристве на сайте областного комитета державной майомости размещена информация для вылучшения попыту. В уголе притягнение инвестиций про спродаж акций справа достатково выгодная. Реализация акций Гомельского моторорамонтного завода у свой час дозволила державе отримать у эквиваленте омаль миллион долларов. Срод буйных реализованных проектов – створение компании, якая набыла пакет акций в творчестве моторолеров, мопедов, мотоциклов и мотокультуваторов. Хоть на досягнутом на предприятии не спинялись. Ринок примушает шукать новые варианти. В данный момент то, что актуально, это наши мотокосы. То есть производство наших мотокос МК-1. Мы ее позиционируем как продукт наш отечественный. Он включен в программу импортозамещения. И мы пытаемся активно себя позиционировать как отечественный производитель, конкурируя с такими брендами, как «Штилихус Варна». То есть наша профессиональная мотокоса МК-1 по итогам прошлого года признана как продуктом года «Новинка года». По информации областного комитета державной майомости, акции 22 с 35 продприемства будут реализовываться на конкурсной основе. Это значит, что покупникам придется выконовать пелные умовы на кшталт захавания профилю и працовных местцев. В остальных выпадках акции можно будет набыть праукционы. Сяродного увядения у продажка штовных папер на валютно-фондовой бирже. Все лета, например, таким чином были продадены акции Мазырского универсама «Центральне». Что тычется самих потенциальных инвесторов, то основным это представители Беларуси. В основном беларусские. До этого у нас были, например, есть такое совместное открытое акционерное общество «Кодру». Это бывший консервный завод Нашилова. В то время его купил молдавский инвестор, Планта Вин. И они вложили туда довольно значительную сумму. Это на территории свободной экономической зоны они находятся. И они вложили порядка до 800 тысяч долларов на реконструкцию. Если посмотреть, это уже новый абсолютно завод. Сейчас оставшийся пакет акций, порядка меньше 10%, передали в собственность Гомельского района. Олег Сюнчуров, Максим Савин, Елген Макеенко. Телерадио компания Гомель.